всех приветствую на канале миху видео будет посвященную анализу перед обт вообще что произошло что не произошло хорошо или плохо почему готовится ну в общем мысли мои постараюсь более-менее объективно с кучей информации с ссылками и так далее в общем чтобы это было наглядно но начало прежде чем вообще начинать скажу что у меня опыт игры в линейке в других и мама также у меня есть опыт большой пусть равно работаю компания локализаторов также работа с разработчиками я знаю много моментов много подводных камней которые могли бы возникнуть и возник и в принципе как мы видим большинство к сожалению этого не понимают и в общем в силу того что просто никогда не работали в этой сфере ну начнем с того что то что сейчас происходит это просто это нормальное слово самое которое мы просто не видим совершенно никакой информации осталось два дня до нрд то есть осталось а я сейчас делаю запись в субботу что вечера и осталось всего буквально пол полу суток то приду теоретического старта что такое теоретически мы даже не знаем время да это это вообще это как как это называется когда мы за полтора дня до за два дня до старта мы не знаем во сколько стартанет сервер нету ни новости ничего я понимаю конечно что запланировали на 12 число но неужели проверить просто старт сложно я как работа я знаю что например можно все настроить все отлично тут мы ставим игру на соответственно нормальные сервера и раз и все ломается просто то есть такое реально возможно почему это не учли понятно это один из моментов и в принципе новостей вообще нет то есть если мы посмотрим хотя сейчас включу браузер да видите я допустим захожу на главную страницу мы видим ранее доступ на бесплатный сервер от и захожу на другую главную страницу новость здесь мы видим по графика ранее доступно бесплатный сервер вопроса видите но где интервью например анной сергеем общем продюсерами геймнет вместо того чтобы их группе точнее новостях запустить нас отправляют группу вконтакте смотрите здесь у нас все интервью есть и сначала приходится искать потом отправляет но это такой бред просто то есть я не знаю что они работают они решили вообще отключить полностью вообще чтобы мы вообще ничего не знали для кого тогда вообще делать ну это то что вот реально происходит то есть раньше в принципе ничего особо не говорили да мы там переводим примерно было следующее мы работаем над переводом мы работаем на переводом мы работаем переводом опа завтра будет закрытый бета-тест примерно вот такая тема была то есть не сказали ни на какой фазе не что то есть были какие-то голосования какие результаты мы даже не знаем какие будут настройки на сервере то есть мы конечно можем съездить на играм игра мира я съездил и давайте даже такой неплановый сделаю вещь то есть у меня есть три промо-кода на премиум недельный black desert но еще там купон на скидках 500 рублей playstation ну и допустим это видео будет контакте висеть и кто соответственно сделает репост его стандарт потом его перед двенадцатым числом на например разыграю эти три промо-кода и соответственно еще промо-код на playstation которую 10 до 31 октября ну это такие мелочи то есть если вы досмотрели вы участники если нет то это ну и соответственно надо быть подписан на канал youtube группа вконтакте и в общем стандартный это соответственно может сказать конкурс для своих то есть кто-то смотрит вот получит три промо-кода недельного премиума а при free to play сервере вроде так было написано на этом я еще не активировал поэтому точно не могу сказать это правда или нет в общем какие-то подарки будут вот и я ездил на романию а игра мира там видел всех у меня даже фотографии есть потом позже наверно на страничке у себя сделаю нету вообще ничего и никакой информации не написано стоят компьютеры там 10 штук косплей фигурочки ну косплей люди да из разных профессий играют можно посмотреть ну например такие моменты например я увидел насчет прокачки вот просто сравнил скорее на сейчас бонус по опыту поэтому я не уверен насколько какой бонус идет то есть два раза 50 процентов 20 процентов но сам факт например на 60 на шестом уровне если убивать веса в начале то получаешь то есть было 56 процентов стало 66 процентов на корее если убиваешь беса было 9 процентов стало 27 но там бонус на опыт и премиума нет но там бонус какой-то на опыт акции вен то есть принципе кач всего два раза медленнее а может быть рейты подкрутили но все равно этого нету то есть мы не знаем какие рейты мы не знаем какие по сравнению скорее то есть они не разработчики локализаторы не проводили никаких тестов если что ну просто как немножко теории да то есть не теория фактов разработчики это корейцы то есть они разрабатывают игру они создают локализатора в первую очередь только переводят и пытаются подстроить игру под наш регион локализаторы не могут вообще ничего менять в игре то есть по идее имеет право смотря какой контракт но примерно это так происходит например нашли ошибку локализаторы ищет ошибку пытаются максимально объяснить где где она находится то есть если это там текстовая ошибка то это проще в основном если это игровая ошибка то ответственна пытается объяснить отсылают разработчикам те пытаются и исправить потом посылает обычно обратно на сервер локализатор проверяет говорит если все хорошо молодцы если нет то снова отсылают обратные вот такой долгий процесс ну соответственно это не так все просто на самом деле как вам кажется то есть вот мы сделали ну давайте посмотрим да тут тут интервью можете посмотреть на группе вконтакте очень полезно и не надо там читать форум дату там страница какая тут уже там уже 666 есть не до 607 своя пропустил 666 страницу вот тут уже просто про ранний доступ просто я не спал какие-то идут может уже никакой информации нет на ответы от той же мару это просто смешно на самом деле иногда в общем мне мне реально не то что бомбит но я просто смеюсь истерики просто плачу я не знаю как все это назвать потому что потому что они написали что мы не хотим частичную информацию давать ну правильно давайте мы вообще не будем никакой информации просто ноль чтобы было это супер а мы тут гадаем лучше бы давали частично пример сегодня мы в жопе а сегодня у нас получше стало да мы решили вот эту проблему а сегодня мы короче снова немножко лоханулись на вот сегодня это да лучше так был хотя бы знали что происходит осталось два дня до старта это я уже говорю просто по числам да то есть сегодня третье число пятого будет через два дня у меня данный момент и я не знаю ни настройки сервера даже не знаю старт то есть например я работаю а и мне нужно зарегистрировать персонаж об этом чуть попозже это подробнее очень много тем поскольку мне это нужно делать да может быть мне нужно будет 6 часов встать а я допустим поставлю будильник на 7 они 1 6 включат сервер мой моя фамилия не будут забиты когда что делать тогда а может быть это будет днем я вот собирался отпроситься но тут у меня появились дела я решил что ну ладно днем они точно не будут включать я почему бы не поработать ладно это все куча нытья в общем это бред на самом деле то что происходит и надеюсь они что-то сделать давайте я поговорим по существу есть очень много моментов которые хорошо или плохо я каждый распишу подробнее ну во первых самый важный момент который сейчас первую очередь игроки столкнуться это фамилия и имя я разговаривал саппорте буду имена и так далее раскрывать в общем сначала мне разговор нравился потом я даже не знаю как описать то есть одной стороны если бы я допустим не знал как это работает или не знал людей я бы сказал что просто в саппорте работают не очень то есть они вообще ничего не знаю а но скорее всего просто это больше поскольку у них нет информации они должны хоть что-то отвечать и я более-менее грамотно вопросы задавал очень обширные но они пытались как-то перевести тему причем это настолько выглядело что смешно фамилия имя фамилия будет общая на весь аккаунт на на все сервера почему это так потому что корейцы изначально когда делали игру они изначально планировали вот я когда-то в каких-то видео говорил что мы не знаем как и запланировали разработчики игру то есть мы не можем здесь утверждать и вот здесь как раз в этом вся суть что они планировали что в дальнейшем это будет мега сервер я думаю изначально они сдавали как бы игру настраивали так что в дальнейшем можно будет соединить и не будет проблем например со смены имен со смены это и соответственно них база общая у нас же получается что будет несколько free-to-play серверов об этом тоже поподробнее и один pay to play сервер соответственно free-to-play сервера еще в теории могут объединиться в мега сервер pay to play в идеале вообще не должен объединяться должен был сам по себе и поэтому база разные поэтому получилась такая проблема с задержкой вот поэтому 5 числа когда будет старт обязательно надо создать фамилию потому что иначе это будет реально проблемы для вас сделать также забить имя имя уникальное для каждого персонажа обещали перед pay to play перенос имени на pay to play сервер или же уменьшение времени удаления персонажа ну например там pay to play открывается 20 числа есть раньше но не суть и 19 там удаление персонажа будет там 30 минут грубо говоря да там два часа 5 а то есть можно его поставить на удаление подождать пока фейт 1 откроется да и соответственно создать персонажа на нем это в теории а то что мы увидим я не знаю вообще да то есть скорее всего такого не получится и придется потом либо докупать либо нам дадут кучу и томов для ренейма ну кое вещам я думаю что-нибудь придумают надеюсь надеюсь придумаю теперь огромный минус это количество free-to-play серверов тут даже ну в общем я не буду показывать где-то у меня там сохранено или сейчас пока поищу но в любом случае пару отвечала отвечала что да будет несколько это плейсер и их как минимум будет два именно сервера не каналов а серверов не путать то есть видимо из-за того что проверяли канала поняли что типа каналы неправильно потому что мог на одном канале слишком много народу будет лагает особенно по началу там серу чуть не падать может быть пока не перейдут на другие и в итоге решили наверное сделать несколько серверов но как это решили сделать это просто это глупо то есть это это бред это я не и просто просто у меня слов нормальных нету по этому поводу они решили запустить первый сервер 5 числа а 2 12 ну как в теории даты кто говорят потому что информация официальный вот по этому моменту еще точно нет но факт что скорее всего будут запускать от 1 1 сервер 5 числа 2 12 что это получается что мы покупали ну я покупал для pay to play сервер руки а то есть там все более-менее еще теории нормально а народ покупал например за 1000 рублей на free-to-play сервере специальные нрд чтобы ну ладно забить фамилию допустим да но второе это начать на 7 дней раньше ну и соответственно когда основная масса подойдет которые там никогда не играли бесплатно посмотреть игру они ну уже не будут и не будешь толпиться среди них на получается так что новички нормальные новички зачем идти на сервер где уже народ раскачан если можно пойти на 2 быть первым на нем просто вопрос дату 7 дней ремесла это очень большой буст это можно дойти до очень высокого уровня да и ты можешь по ремеслу например быть первым если не будешь сидеть сутками на этом кучу всего еще делать но это как получается зачем тогда нрд было то есть почему не запустить два сервера сразу и пусть выбирают одни тут на один другие на другой 1 2 сервер все хорошо дара оба одинаково стартанули нрд работает на оба сервера да но нет делают так что в итоге и нрд фигово и народ который пойдет на 2 сервера они будут играть на пустом сервера возможно возможно те кто купили нрд будут играть на пустом сервере основная масса будет ром то есть получается многие мог возможно даже решать что лучше пойти на 2 сервер а на первом просто протестировать некоторые момент я уверен что примерно так будет если ты на первую неделю не смог надо быть на доминировать не знаю где можно делать на факт идешь просто на 2 сервер потому что какая разница он же только сейчас открывается даже не через год очень через два недели потеряно но это такой это конечно тоже очень глупо я считаю и чему это могли ничего сделать я не понимаю а очки работы очки работы очень какая опасная тема но сейчас вы возможно сразу отключаете меня и не будете дальше слушать но пожалуйста послушайте я по крайней мере приведу аргументы плюсы и минусы тема мне нравится то что сделали то есть почему раньше мне не нравилась система то есть когда я разобрался я не кроу на корее японии 4 смотрю потому что в принципе можно было сделать абсолютно везде стать мастер сейчас же например я могу собрать руду чтобы мне перекрафтить у меня уже не хватит очков работы или даже в там обработать надо будет ну то есть обратно обработку тоже тратится энергии соответственно я должен буду выбирать либо мне надо купить руду и обработать ее либо мне нужно собрать и ждать пока откопиться очки и снова потратить чтобы обработать но соответственно когда два навыка там новичок один профессионал да то есть это понятное дело что профессионал выигрывает По прокам, наверное, по количеству, да, поэтому в теории хотят сделать так, чтобы, например, один персонаж имел только одну специализацию, ну, например, сбор или крафт еды, или там крафт доспехов и так далее, он был прокачан до максимального уровня, и, соответственно, у него там шанс, вообще, я шанс чего-либо выпал вообще там больше нуля процентов становится только после определенного уровня, ну, наверное, в теории такое, но есть самые минусы, минусы сразу. Первый минус это нельзя передать предметы внутри клана, то есть нам заверяют, что в интервью, что типа это будет клановая система, сразу вопрос, а как вы их будете передавать среди клана, если, допустим, предметы не передаются, то есть только через аукцион, или я ставлю на аукцион и должен быстро парень купить, а смысл тогда мне вообще в клане работать, на клан работать? Я также могу собирать и продавать вообще наружу, мне же никто не помогает ни с очками работы, ну, то есть ни с энергией, ни с деньгами, ни с прокачкой, потому что не могут это сделать. Я уже предложил вариант, что, например, заключать что-то подобное контракт, да, и, соответственно, я собираю руду или какие-то ресурсы, и их как через клан, там, или контракт, или просто определенному человеку, меняю на что-то. То есть, чтобы не на серебро было, а на какой-то бартер, и, соответственно, колдселлеры вроде, и, допустим, контракт можно чуть ли не подтверждать среди, через самих геймнетов, они должны будут одобрять его, и если не одобрили, то есть там проверка, например, по логам, что персонаж там не торгует серебром, то есть это же можно все это сделать, это не сложно на самом деле. Просто, если вы вводите нормальную очки в систему с энергией, ну, надо продумать, а то это реально, вот, как всегда, ввели вот это, а потом думают, о, блин, а почему у нас все остальное не работает с этой системой? А, мы же не вообще не думали, а как это будет вместе работать, да, то есть мы ввели, вроде пиздато будет, но, оказывается, чтобы эта пиздато работала, нужно и вот это подстроить, и вот это, и вот это изменить, а вот это вообще нужно заново сделать, а вот это, может, придумать, надо вот это убрать, потому что нафиг не нужно. И, в общем, так и выходит. То есть, как бы, вели что-то, как это будет работать, большинство не знает, но мы посмотрим. Да, то есть, я за эту систему, но то, как они ее, то есть, поторопились, поторопились с выходом игры в принципе. То есть, могли бы протестировать еще одну за БТС, новой системой, улучшенной, и даже если кому-то не понравилось, ну и что. Многие вообще не понимают, что такое долгосрочная перспектива. То есть, это теория, это вот то, что хотят сделать. То есть, например, обычно, большинство нынешних игроков, процентов 90, любят играть только в сессионные игры. Сессионные игры, это типа танки, лола, контрстрайка, доты и другие, где ты пришел, поиграл и, соответственно, ну, проиграл и ушел нафиг, да, то есть, мне не нужно. ММО это другое, это как жизнь. То есть, ты, например, учишь, чтобы набрать знания, чтобы потом пойти в университет, чтобы получить там диплом, не знаю, чтобы учиться. Ладно, не да, там шуток про дипломы, учиться, ой, чтобы работать. Но, в целом, как бы, здесь то же самое. То есть, если везде-везде понемножку, но не быть профессионалом, ты в жопе. Вот и все, то есть, это как бы очень просто. Второй момент с очками работы, то, что минус это оригин очков. Не работает оффлайн. То есть, они хотят, чтобы мы использовали очки работы на определенную специальность, но при этом не подкрутили реген очков оффлайне. Я ему уже предложил, сделайте как, я не помню, то ли в Агдель, то ли еще где-то, что, грубо говоря, последний персонаж, который выходит из игры. Вот он вышел, да, и вы закрыли клиент. Он имеет обычный реген очков. То есть, обычный, как в обычной в игре. Соответственно, можно хоть раз в день заходить и делать, это же плановая вещь. То есть, как бы, да, на фри-то-плей могут ботов использовать. Ну, держать сутками компьютер, и даже если я буду сутками держать, а вдруг будет, там, не знаю, сбой сервера, вдруг, там, не знаю, я что-то не сделаю, и у меня персонаж, там, за неактивность выйдет из игры. Может быть, еще что-то произойдет, но какая может быть, почему я должен держать сутками компьютер больше. Я, допустим, если могу это сделать, да, но кто-то не может. То есть, это бред. То есть, надо додумать. Говорят, в регенте на кровати. Окей, мы по-регенили. То есть, мы тратим, там, не знаю, 2-3 часа, чтобы регенеть на кровати. Ну, в общем, ладно. Перед странности, которые это из той серии, что мы, как бы, прикрутили систему, а как она будет работать, мы потом доделаем. От уровня рисла непонятно, как зависит проки. То есть, в идеале, я думал бы сделать как. Что, например, на первом уровне, там, вичок, шанс, что вытащить вообще что-либо, 0%. На втором уровне, 0. На третьем уровне, ну, я имею в виду, ученик, там, профессионал и так далее, вот эту, там, шанс становится 5%. Да, то есть, и так далее, и так далее. И там, на последнем, там, специалист, там, или еще выше становится, там, не знаю, 20%, 3-25%. То есть, на первых уровнях вообще шанса нет, чтобы, ну, и там, есть лучшие проки, еще какие-то, то есть, вот такое. Мне ответили, что эта штука не менялась, то есть, типа, как и осталось, так и будет. Ну, окей, а где-то писали, что, например, что только на высоких уровнях можно что-то. То есть, ну, это не знание саппорта, они не могут дать точно это. А нет никакой скидки на уровень мастерства, это, я считаю, тоже важно. То есть, например, ну, не знаю, крафтить, или, допустим, даже сбор какого-нибудь камня на первых уровнях требует 1 очко, да, на последних требует 0.10 очка. Ну, и банки не ввели, да, то есть, это, в принципе, плюс, то есть, но банки не ввели, при этом оффлайн реген не повысили, точнее, оффлайн реген не повысили, это тоже бред, то есть, надо держать компьютер все время включенным, если ты хочешь в ремесле продвинуться. А если ремесла не будет, то придется на салфах какие-то моменты, то есть, многие возмущаются, типа, блин, я на Корее играл, у меня было 23 раба, там, 50 рабов, я их всех кормил, а здесь я, короче, еду делал. Ну, а как сейчас я буду? Ну, а как вы хотели? Попробуйте в день, вот даже просто, я не знаю, попробуйте в день сыграть, не знаю, 50 матчей в доту или в лол. Ну, ладно, я не знаю в лоле сколько времени, вот 50 матчей в доту, попробуйте сыграть столько матчей, вот просто, у вас не хватит времени, то есть, просто потому что 24 часа, если возьмем, что даже у вас будет игра по 30 минут, 2 игры в час, вы все равно не сможете 50 игр сыграть, да, то есть, это вот. А здесь то же самое, здесь, как бы, нужно это время, это все вот это, но без регена очков оффлани все равно это все сложно. Теперь, что касается 3-to-play, ну, давайте рейтов, да, то есть, я уже говорил, что на играмире посмотрел, на шестом уровне давали 10% одного монстра, на Корее с этого же монстра дали почти 20%, но там бус на опыт, я не знаю, какое количество, я не написано было. Поэтому, в принципе, возможно, есть шанс, что на первых уровнях увеличив прокачку, на следующих оставили как раньше, или в целом чуть подкрутили, то есть, рейты чуть повыше стали, я думаю, будет более комфортно и проще будет проходить. Но, в принципе, есть всегда другие споты, я сделаю сегодня-завтра видео, где расскажу, как можно первые локации обойти, то есть, можете у меня посмотреть, это так сложно, и вы не будете в очередях стоять, скорее всего пока, я не думаю, что будет. Ну, и последнее, это pay-to-play сервер, pay-to-play сервер, это опять о недоработке локализатора. О каких проблемах мы знаем про pay-to-play сервер? Ну, во-первых, то, что он задерживается, да, это как факт, то есть, мы знаем, что pay-to-play сервер задерживается на какое-то время. И... Менится что-то или нет, это непонятно. Какие проблемы? Поскольку Black Desert планировался как мега-сервер, то нельзя запустить сразу много серверов сразу одновременно. То есть, ну, это вот, ну, это как, я не знаю, какие там точно проблемы, но примерно это вот такая проблема существует. То есть, нельзя запустить один сервер, потом второй, то есть, как бы, надо каждый прикручивать к следующему. Скорее всего, это будет, то есть, каждый сервер, он как-то там синхронизируется, еще что-то делается, я не знаю, в общем, как они, в них система, то есть, это внутри надо находиться, чтобы понимать. И даже разработчик, потому что именно они запускают первую, вот, вместе с связью с локализатором. То есть, один человек у локализаторов сидит, он там, грубо говоря, нажимает на кнопочку, а разработчик в этот момент нажимает у себя на кнопочку. Примерно вот так и происходит, да, это упрощенный вариант. Вот, и, соответственно, не получилось что-то с магазином. То есть, возможно, этого NPC как-то не смогли проверить еще что-то, думали, что это легко, но оказалось нет. Ну, и, конечно, самое, то, что мне сейчас сгорит, и я подразумеваю, что это фейл, тут проскакивает новость, где-то я уже спрашивал, спрашивал, мне не могут дать точный ответ, что, возможно, в магазине на Pay2Play за рубли будет продаваться не только костюм, а что-то еще. Ну, а нафига нам тогда Pay2Play? Почему не пойти на Free2Play, где больше, много будет донаторов, можно будет все это покупать за того же самого Аука, и, скорее всего, подешевле будет, чем покупать у Ауки. Непонятно, там, может, как кошка по 50 миллионов будет с собакой, да, то есть, нафиг нам это нужно вообще, если можно купить за 10 миллионов, например, на Free2Play сервере, да, то есть, ну, информации нет вообще, ни по магазину, ни по ценам, ну, неужели вы, цены будет составлять в последний момент, неужели вы, вы не должны будете их проанализировать, посмотреть что-то там, не знаю, подумать варианты, как это будет выглядеть на аукционе, здесь, да, может быть, может быть, там будет такая штука, что, не знаю, там, NPC будет продаваться за 20 миллионов серебра, в магазине за рубли то же самое, там, вход будет продаваться, там, не знаю, за какую-то сумму, да, и на аукцион будет выставляться за 2 миллиона серебра, грубо говоря, да, и вместо 20, зачем, если можно купить за 2 миллиона на аукционе, а те, ну, в общем, то есть, а те думают, что, типа, я сейчас поставлю за 20 миллионов, куплю кошку за 20 миллионов продам на аукционе, ну, там, цена фиксирована, а я не знаю, что будет, в общем, на данный момент просто геймнет выглядит очень ужасно, просто позориться на каждом шагу, и более-менее они боятся позориться еще больше, то есть, из-за того, что они боятся, вместо того, чтобы выкладывать хоть какие-то новости, они их вообще не делают, то есть, мало того, что они уже опозорились, хуже некуда, я считаю, то есть, они просто своим отношением, своим организацией, да, там, всякими модераторами, да, там, кремами, да, там, оговорками, особенно вот эта оговорка, типа, мы гарантированно чуть ли не, там, запустим pay to play, free to play одновременно, а потом Мару говорит, эта информация не актуальна, которая была вывешена, давай, он, два дня назад, не актуальна, это что, это что значит, это как будто информация была год назад, ну, почему, что такое не актуальна, не актуальна, это значит, вот, ну, уже давно информация, типа, по дефолту она как-то вот себя изъела, я не знаю, то есть, а здесь, получается, просто ошибка, надо было сказать, извиняюсь, да, за ложную информацию мы обещали, мы сфейлились, да, то есть, ну, написать не актуально, Ну, уволить просто. Я не знаю, как еще просто это назвать. Это просто бред. Ну, ладно. Я позитивный человек, я реалист. Я стараюсь найти везде хорошие моменты и всегда понимаю, что может быть шопа. Но здесь у меня просто эмоции зашкаливают. Как дальше что-то получится, я не знаю. Но мне кажется, из-за вот этого они не хотят просто реально опозориться больше. И это их просто погодит. Ну, напоминаю, что где-то на пятой минуте. Посмотрите момент. Тогда вы сами поймете, что... Ну, надеюсь, мой небольшой анализ... Я не волнуюсь, у меня там ничего не горит. Я просто не люблю, когда... Не то что любители, а просто не могут нормально хоть что-то сделать. Само на это бывает, но я стараюсь исправиться. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, видео полезно и понравилось. Какие-то моменты я ответил. Где-то вы согласны, не согласны. В том случае, пятого числа будет старт. НРД. Мы потестим игру и двенадцатого числа ворвемся на фритоплей на второй сервер. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok